Красноярский театр «Кукол» представит премьеру 79-го театрального сезона «Бэби-спектакль. Круглый год». Организаторы приглашают родителей с малышами от года. Подробнее о постановке расскажут наши гости, артисты-кукловоды Борис Смелянец и Алена Попова. Доброе утро. Доброе утро. Что же за постановка-то такая «Круглый год»? Говорят, что она вообще без слов. Неужели не услышим речи? Совершенно без слов. Дело в том, что, как кажется и мне, и многим тем людям, которые участвовали в постановке этого спектакля, особенно режиссёру, наши дети, они намного нас умнее, мудрее и так далее. Их фантазия работает всегда, она просто не перестаёт работать. И перед началом спектакля мы просим родителей не подсказывать детям, не рассказывать то, что они видят, потому что дети действительно видят намного больше и намного интереснее, чем мы. То есть, наоборот, дети подсказывают родителям? Да, да, да. А в спектакле чувствуют, они до этого сами доходят, не надо объяснять, и слова здесь не нужны, поэтому он и без слов. Ну, даже если ребёнку год, я думаю, что сложно будет и объяснить на самом деле, что там взрослый для себя понял. Ну, как-то особым образом пространство в спектакле быстро, я напоминаю. Да, и пространство, и сам материал там, приоткрою небольшой секрет, в основном это бумага, и с помощью различной бумаги форм, размеров, состояния, качества и так далее, за спектакль проходит вот все времена года, все четыре. Вот что за сюжет, можно поподробнее? Нет, приходите, увидите. Вот такие категоричные свои ответы, представители искусственной культуры. Ну, может быть, сюжет в природе, да? Смена времён года. У вас, вот какие у вас ассоциации возникают? Зимой, весной, летом, осенью? Ну, холодно, ой, лучше, ой, тепло, хорошо. И потом, бррр, опять готово. Вот примерно такой сюжет. Вот такие ощущения должны быть. Должны быть, и немножко не такие, и такие тоже, да. А годовалому ребёнку уже пора знать о временах года, о том, что происходит на улице? Конечно, конечно, он же выходит на улицу, он видит жёлтые листья, он видит белый снег, он видит зелёную траву, он видит бабочек, он видит птиц, какие-то предметы, которые он видит впервые, которые будут встречаться ему каждый год, время от времени. Да, и здесь те же самые ощущения он испытывает на спектакле. То есть он это видит, и он это чувствует. То есть у нас есть, у нас он тактильный, и есть возможность у детей почувствовать, потрогать. Ну, вот, увидят, посмотрят, ну, как бы, придут, не хотим открывать. Прикоснуться, да, да, да. Что это у вас в руках, к чему вы сейчас прикасаетесь? Да, вот это тоже такая вот фактура, из которой у нас, в принципе, состоит весь спектакль. Это вот бумага, которая у нас оживает и приобретает разные формы. Она становится то одним, то другим, перетекает из одного в другое и оживает. Мы очень стараемся и, ну, вот, как бы, хотим её оживить, чтобы она стала живой и, как бы, вот... Может, ты попробуешь? Да. Так, ну-ка, покажите, как же бумага становится живой. Сейчас Алёнушка немножечко настроится, а я вам хочу передать вашему каналу вот нашу театральную газету. Так, очень интересно. Первый номер, да, наши буклеты с репертуарами, с... ну, короче говоря, развернёте, увидите. И ещё один важный момент. Мы бы хотели сегодня разыграть два пригласительных билета на сегодняшний премьерный спектакль «Круглый год». Мы передаём билеты тоже вам. И хотим задать вопрос вот какой. Скажите, пожалуйста, дорогие зрители, знаете ли вы, сколько спектаклей идёт в репертуаре нашего театра? А варианты ответа, если можно, нашим телезрителям тоже? Варианты ответа... давайте сделаем так. 25, 27, 30 и 42. Даже 4. Хорошо. Хорошо. Итак, уважаемые телезрители, если вы знаете правильный ответ, то скорее присылайте его на короткий номер 90-20. Вначале не забудьте указать слово «остров» и «пробел». И действительно, стоит поторопиться, потому что премьерный спектакль, на который вот эти самые билеты, он состоится сегодня в 16.00. Нет, в 16.30. В 16.00. Приходите к 16.00, а там можно будет немножко ещё и пообщаться с театралами. Ну, а мы тем временем дождались, наверное, оживления бумаги. Оживает бумага. Я уже вижу некого персонажа. Начинает работать фантазия. Начинает работать. И что хорошо, да, в отличие от того, что современные дети видят, например, уже готовый вариант, допустим, на телеэкране или в компьютерной игре. Вот здесь то самое, чем занимались в моём детстве. Всё, что есть под руками, должно оживать, должно работать, должно развивать фантазию. С любым предметом можно играть и вселять. Да, любой предмет, он достоин того, чтобы с ним поиграть. Посмотрите, а сколько времени длится спектакль так, чтобы дети не устали и не потеряли внимание? Дело в том, что внимание там забирается к каждую секунду, каждую минуту, да, происходящего на сцене. Оно переключается, оно, девочки завладевают этим вниманием и не отпускают, да. А точного времени нет. Всё зависит от того, насколько активны будут дети. Если они больше играют, скажем так, с этими персонажами, девочки чуть-чуть увеличивают по времени. Здесь нет определённого какого-то. У нас не стояла задача выполнить, вот всё это выполнить, а вот именно отталкиваться от детей. То есть если ребёнок воспринимает вот этого персонажа, мы поработаем с ним побольше. Если это не идёт, и дети как бы, ну просто дети же не могут держать внимание и заставить себя идти. Если им интересно, они сидят. Не интересно мне, я пойду и займусь чем-нибудь другим. Да, это непосредственно. Да, это очень непосредственно. И ещё хотелось бы сказать, что спектакль поставил красноярец Александр Хромов, младший. Человек, который с детства посещал Театр Кукол. В нашем театре работает его папа, Александр Хромов-старший. А вот Саша-младший уехал учиться в Питер, отучился на режиссёра, поставил уже в нескольких городах спектакли и вот вернулся сюда, в свой родной город, для того, чтобы поставить для маленьких красноярцев вот такое чудо. Мы рады, да. Спасибо вам большое. Это чудо не просто спектакль, а настоящая игра. Спасибо. Напомню, что в гостях у нас были Борис Мелянец и Алена Попова, артисты-кукловоды Красноярского театра Кукол. Спасибо большое. Приходите к нам. Спасибо.